В избе было жарко и накурено. Собралось здесь мужиков шесть заядлых охотников. Завтра собирались в лес на кабана, а если повезет, то на лося. С вечера встречались все вместе, чтобы детально обсудить, что да как. Ну и конечно, как водится в таком сообществе, начали рассказывать у кого какие истории на охоте приключились. Устроившись поудобнее, все скептически улыбаясь, приготовились слушать. Естественно, что охотник, как рыболов, пошире разведет руками для значимости рассказа и остроты сюжета. Этого у них не отнимешь. Но простим им эти маленькие вольности, тем более, что суть заключается не в описании, а в самом факте. Мужчина лет шестидесяти хозяин дома начал свой рассказ первым. «Я никогда не был трусом и не знал страха, а в тот злополучный день я познал настоящий ужас. И леса теперь боюсь как огня, и на охоту уже очень много лет не хожу, но вы все сами это знаете. То, что мне довелось пережить, я не пожелаю никому. Эта жуткая схватка запомнилась мне на всю жизнь. Было это давно, еще были живы родители. Тот год зимой решил я проведать своих старичков в деревне, а я в это время уже закончил медицинский институт и работал в краевой больнице хирургом. По несколько операций в день, и все на ногах. Усталости за год накопилось выше крыши, нужно было отрешиться где-то от всего насущного. Ну а где самый лучший отдых? Конечно, на природе. Отец в тот год что-то совсем пригорюнился, и мать в последнее время часто хворала. А в деревне зимой благодать. Воздух там хороший, чистый. Старики обрадовались. Каждый день пирогами да соленьями всякими угощали. Чтобы не зажиреть за время отпуска, решил я по лесу побродить на лыжах. Взял отцов дробовичок на плечи, немного снеди для легкого перекуса и навострил лыжи. Благо, что лес был совсем рядом. Решил без дичи домой не возвращаться. Порадовать родителей местцом. День был солнечный с легким морозцем. Пушистый снежок блестел на солнце и поскрипывал под лыжами. Но ходил я тогда не столько за местцом, сколько отвлечься от всего, побродить по тайге. Ну и за мясом тоже, конечно. Времена, если кто помнит, были тогда не очень денежные. Настроение у меня было отличное. Душа моя пела. Намотал я по лесу несколько километров и изрядно устал. Вышел на какую-то заброшенную деревню на берегу речки. Место было мало знакомое. Раньше я тут точно никогда не бывал. Дворов 10-12. Церковь старая с колокольней. Все дома покосились. Все развалено и заросло уже давно. Но по следам видно было, что роют тут кабаны. Прошелся по дворам. Запустение кругом. На многих домах уже крыша внутрь сложилась. Но на полях вокруг видно много всего осталось. Одичала и стала теперь кормом кабану. Решил я остаться тут и, если повезет, взять кабанчика. Свининку в рюкзак и домой. Думаю, к вечеру успею вернуться. Выбрал домик на самом краю села покрепче, где крыша еще цела была. Да залез на чердак. Окошко как раз в сторону разрытых огородов выходит. Дом вроде как на пригорке стоит и речку хорошо видно. Не дальше сотни шагов до нее. Речушка маленькая. Течение спокойное, дно каменистое. Казалось, что это идеальная засада. Меня в чердачном окне не видно, а мне видно все как на ладони. Расположился я поудобнее перед окошком и стал кабанов поджидать. Но дело развернулось совсем не так, как я предполагал. Просидев часок в засаде, я уже стал замерзать, как услышал где-то вдалеке доносившееся рычание и жалобный виск. Первое, что пришло мне в голову, кто-то попал в беду. Я ведь врач, инстинкт спасения жизни сработал у меня моментально. И в сердцах я рванулся на выручку. Метров через 200 в редком лесочке стало ясно слышно, что рядом идет серьезная схватка зверей. Рычание переходило в жуткий медвежий рев. Осторожно раздвинув ветки кустарника, я увидел жуткую картину. На поляне лежал убитый лось или лосенок. Рядом шел смертельный бой разъяренного медведя с волком. Как я понял, животное это было добычей пары волков – волка и волчицы. Они уже принялись за трапезу, когда на поляну вышел шатун. Волки – звери отважные и не хотели уступать свою добычу. А медведь, видимо, был очень голоден и решился вступить в схватку с волками. Мне показалось, что кровь застыла в моих жилах. Вот это я попал. Я слишком близко подобрался к месту их битвы, что незамеченным мне вряд ли пришлось бы уйти. И в любой момент кто-то из хищников мог бы переключиться на меня. Поэтому не в силах сдвинуться с места, я сел в снег за маленькой елочкой. Единственное, на что я мог решиться, так это припорошить себя сверху снегом. Волк, сражавшийся с медведем-шатуном, был крупным, темного окраса. Уодаль стояла волчица светло-серого цвета. Она тяжело дышала, видимо, ожидая удобного момента для нападения, а может, отдыхала между схваткой с медведем. Матерый волк был опытным бойцом. Он резко делал обманные выпады, стремясь зайти в тыл к медведю. Но свирепый шатун угадывал его действия и двигался с такой скоростью, что я был очень удивлен. В моих висках сейчас пульсировала только одна мысль, что если меня заметят, думал я, убежать не смогу и ружьишко не поможет. Оставалось уповать только на бога. Зубы стучали от страха и холода, липкий пот струился по спине. Очередной яростный рев медведя от страха подбрасывал все мои внутренности вверх, а потом с такой же силой они устремлялись вниз. Меня качало, как на качелях. Битва за пищу шла не на жизнь, а на смерть. Никто не хотел уступать. Волк стал заметно сдавать, усталость давала знать. В итоге медведь изловчился и ударом мощной лапы подбросил противника вверх и в этот самый момент пропорол когтями волку все брюхо. Молча наблюдавшая волчица прыгнула и схватила медведя сзади, но вскоре ее постигла участь ее партнера. Я зажмурился и просидел так еще некоторое время, а когда наконец решил открыть глаза, все уже было кончено. Медведь тяжело дыша зорко осматривал поле сражения, ходил по поляне и принюхивался к поверженным врагам. Потом скрылся в лесу вместе со своей отвоеванной добычей. Наступила зловещая тишина. Минут 30 я выжидал и уже собирался отправиться в обратный путь, как вдруг увидел, что волчица зашевелилась. Она была еще жива. Не знаю зачем, но я пошел поближе посмотреть, что происходит. Передо мной предстала страшная картина. Волчица была сильно ранена и при этом она была беременна. Она умирала и рожала одновременно. Я не знал, что мне делать. Волчицу уже точно не спасти, она обречена. Бросить ее здесь на морозе – это значит загубить сразу несколько нерожденных жизней. Времени на раздумье не было совсем. В этот самый момент волчица в последний раз подняла голову и посмотрела на меня такими глазами, что кровь у меня застыла в жилах. В этом взгляде было все – боли, мольба, страх и отчаяние. Я уже не мог больше не думать ни о чем, только о маленьких волчатах, которые должны были вот-вот появиться на свет. «Милая, давай, еще немного осталось, я помогу тебе, я рядом», – уговаривал я волчицу. Третий волчонок родился с последним вздохом его матери. Он единственный был живым. Я снял с шеи теплый шарф, завернул в него маленький серый комочек, засунул сверток за пазуху и поспешил покинуть это кровавое зловещее место. Ружье мое осталось где-то в снегу под елкой. Можно было весной вернуться за ним, но я больше никогда не хотел побывать здесь еще раз. Как добрался домой, я не помню. Родители уже сходили с ума, понимая, что я сильно задерживаюсь. Мать хваталась за и так уже больное сердце. Мои старики истопили баню и долго отхаживали меня веником и различными снадобьями. Волчонка приняли в семью. А что было делать? Матери моей не впервой выхаживать животных, оставшихся сиротами с рождения. В деревне такое часто случается. Волк этот потом долго жил в нашей семье, считай всю свою жизнь, и был предан как собака, а может даже еще и сильнее. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!